Я преподаватель Одинессы, и у нас с вами сегодня такой небольшой будет разговор на тему больничных листов в программе. Причем то, что касается непосредственно регистрации больничных листов. У нас же с вами с 2015 года произошли некоторые изменения. То есть, в частности, у нас в расчет берутся годы теперь за 2014 и 2013, установлены пределы, соответственно, за 2014 год. Это не более 624 тысяч рублей, и за 2013 не более 568 тысяч рублей. Опять же, средний заработок у нас с вами считается делением сумм начисленных работнику на 730. И за счет средств работодателя оплачиваются первые три дня. Что касается больничных листов, естественно, все требования законодательства в программе абсолютно четко автоматизированы. Но на что хотелось бы обратить внимание при регистрации больничных листов. У нас с вами многое будет зависеть от той ситуации, когда был предъявлен больничный лист. Ну вот, в частности, если больничный лист был предъявлен в текущем периоде. Ну вот, сейчас покажу в программе, что для нас с вами актуально. Во-первых, хотелось бы напомнить, что в зарплате редакции 3.0 теперь больничный лист может оформлять и кадровик, и расчетчик. То есть доступ к больничному есть и в программе, и в разделе кадры, и в разделе зарплаты. Ну и, собственно говоря, что касается больничных листов, то постановка вопроса у нас с вами выглядит следующим образом. А вы можете... Итак, по поводу больничных листов. Вариант стандартный и простейший – это если больничный лист за текущий период был предъявлен именно в текущем периоде. То есть, вот тут у нас есть некий документ. В частности, сотрудник Иванов предъявил больничный лист за период с 8 апреля по 20 апреля. Что для нас с вами принципиально? Для нас с вами принципиально дата регистрации больничного листа. То есть, в частности, это не дата начала больничного листа, не дата окончания. Это именно дата предъявления. В нашей с вами жизни, если мы хотим, чтобы программа считала все корректно, этот параметр играет очень большую роль. Ну и если больничный лист за текущий период предъявлен в текущем периоде, то великолепнейшим образом все регистрируется. То есть, на закладке «Главное» мы с вами обращаем внимание, что был указан текущий период. В данном случае текущим периодом в базе считается апрель месяц. Указываются сроки больничного листа. Что актуально? У нас с вами же в расчетах до последних два года, соответственно, 14-13 года. И, естественно, сотрудник, если работает меньше двух лет, то тогда необходимо ввести справку с предыдущих мест работы. Напоминаю, что сколько мест работы, столько-столько у нас с вами и должно быть введено справок. И вот здесь у нас с вами варианта два. Вариант первый – это мы можем с вами заглянуть просто в раздел «Зарплата». Там есть вот во втором столбце группа «Команд смотри так же». Добрались? И нас интересуют справки для расчета пособий. Ну, вот в качестве образца, например, по Иванову было введено две справочки. Просьба огромная, обратите внимание, совершенно целенаправленно. Заработок за 2013 год введен вот в таком полубезумном размере. Не предел, а просто вот сумма некая такая гипотетическая в нашем случае. И со второго места работы была предъявлена вторая справочка. Кроме того, вполне вероятно постановка вопроса какого рода. У нас всегда, если заранее справка не была зарегистрирована, это можно сделать из документа «Больничный лист». Для этого на закладке «Главное», вот там, где, собственно, указан расчет среднего заработка, есть ссылка «Изменить». И, как видите, можно, во-первых, определить, какие года вручную, во-вторых, нажать кнопку «Добавить справку с предыдущего места работы». Но на что хочу обратить внимание, что если вдруг мы с вами вводим вот таким вот образом «Справку о среднем заработке», тогда, тогда есть одна тонкость. То есть если я сейчас начну оформлять, ну, в качестве эксперимента просто новый больничный лист, например, по сотруднику, есть там такая коробочка Анастасия Петровна. И я указываю ей дату предъявления больничного листа, причину нетрудоспособности. Болела она, к примеру, там с 10 июня по 20 июня. Здесь не актуально. Важно другое. Как видите, у нее сейчас начисление очень маленькое. За счет чего? За счет того, что не введены справки за 13-14 года. Если я сейчас попытаюсь сделать прямо вот из документов ввести справочки, то меня ждет один очень неприятный момент. То есть щелчок по ссылке «Изменить», он мне, конечно, дает возможность определить, какие будут года использоваться. Запросто, совершенно. Но для меня недоступна кнопка «Добавить справку с предыдущего места работы». Вот эта кнопка становится активной только в следующем случае. Если я сначала загляну на закладочку «Оплата» и установлю флажок «Учитывать заработок предыдущих страхователей». Только в этом случае, вернувшись на закладку «Главное» и щелкнув по ссылке «Изменить», я могу прямо из документа «Больничный лист» зарегистрировать справку с предыдущего места работы. Ну, например, справочка была предъявлена, ну, так условно, скажем, 11 января. А страхователь Омега указывает период работы, ну, к примеру, с 10 января 2013 года по 28 декабря 2014 года. И за каждый год отдельно вводятся суммы. Скажем, в 2013 году было заработано 500 тысяч доход, и, соответственно, в 2014 году, ну, пускай будет тоже 500 тысяч. Дни болезни ухода за детьми указываются обособленно, к примеру, 4 дня. И вот теперь, теперь, если мы с вами посмотрим, программа сделает перерасчет и все-таки пересчитает и средний заработок, и сумму по «Больничному листу». Что еще для нас с вами принципиально? Вот когда регистрируется документ «Больничный лист», естественно, помимо того, что программа нам с вами сделает расчет, она точно знает, что у нас с вами 3 дня оплачивается за счет работодателя, все остальное за счет ФСС. Для нас с вами еще очень важен на закладочке главный такой параметр, как выплата. То есть, в частности, варианты выплаты имеют место быть с зарплатой, с авансом в межрасчетный период. И если я скажу, что выплата пойдет с зарплатой, с зарплатой, ну вот дата выплаты подразумевается 5 июля. Соответственно, попытка провести межрасчетную выплату будет выглядеть очень любопытно. То есть, в частности, в этом случае, ну вот за июнь я пытаюсь сейчас выплатить «Больничный лист» и, как видите, программа мне его просто не отражает. Если все-таки я не поленюсь, вернусь в документ «Больничный лист» по госпоже Коробочке и все-таки укажу, что выплата пойдет в межрасчетный период, ну и, к примеру, того, что там 30 июня для нас это сейчас не принципиально, то тогда, тогда уже у меня появится возможность указать ссылку на «Больничный лист». То есть, как видите, в данном случае момент принципиальный. В частности, именно в том, что программа четко абсолютно, когда речь идет о «Больничных листах», реагирует еще на вот этот показатель, как у нас с вами будет осуществляться выплата и ведет себя соответствующим образом. Так, сейчас, значит, и плюс еще у нас хотелось бы, чтобы мы не забывали, в редакции 3.0 автоматизированы данные о перечислении НДФЛ, то есть, когда речь идет о выплате, обязательно необходимо указать, если налог перечислен, указать номер платежного поручения и дату платежного поручения. Номер платежного поручения и дату платежного поручения, чтобы было все корректно. Ну, в контексте «Больничных листов» для нас с вами важен еще один момент. Вполне вероятна ситуация, когда человек заболевает в конце месяца. А далее, далее у нас с вами получается постановка вопроса какая. Ну, скажем, вот сотрудник заболел, позвонил, сказал, что будет больничный лист, но мы понимаем с вами, что больничный лист будет предъявлен в следующем месяце. Что тогда мы с вами должны сделать все-таки, если хотим, чтобы учет ввелся корректно? Ну, вот в частности, в качестве образца у меня тут есть больничный, по некой сниженной, которая заболела в мае месяце. В первую очередь, в первую очередь, как сделать корректно? Если человек заболел, к примеру, в мае, и больничный будет предъявлен уже в следующем месяце, мы же не имеем права сделать начисление по больничному уже в мае категорически. То есть, в частности, больничный тоже ввести не имеем права, он вводится только по факту, и мы тогда обязаны зарегистрировать отсутствие сотрудника на рабочем месте. В программе зарплаты управления персоналом это регистрируется отдельным документом. Например, в разделе кадров есть журнал, который называется «Все отсутствия сотрудников». И посмотрите, вот у нас в базе в качестве образца введен документ про гол неявка по сниженной Светлане Анатольевне. То есть, в частности, вот сотрудник сниженной заболела в мае, с 26 мая. Больничный ей будет предъявлен в июне месяце. Значит, мы в обязательном порядке ей регистрируем отсутствие по невыясненным причинам. Ну, конечно, не про гол, а именно отсутствие по невыясненным причинам. В дальнейшем, когда все-таки снижена выйдет на работу и предъявит больничный лист, вот у нас тут в качестве образца, собственно говоря, введен, то что для нас с вами будет принципиально? В частности, вот вернусь на минуточку сейчас к презентации, чтобы напомнить. Мы, когда обговаривали сейчас стандартный вариант, больничный предъявлен за текущий период и предъявлен он в текущем периоде, у нас в документе всего три закладки – «Главная», «Оплата» и «Начислено подробно». И, соответственно, мы методично оформляем документ, и никаких изысков, программа все делает красиво и четко. В случае, если больничный предъявлен за прошлый период, у нас с вами, когда мы устанавливаем даты корректно, появляется дополнительная закладка «Пересчет прошлого периода», от которого в нормальной постановке вопроса нет. То бишь, вот сейчас у меня стоит месяц июнь, дата предъявления больничного листа 9 июня, и, как видите, есть закладочка «Пересчет прошлого периода». Как ведет себя в этом случае программа? То есть еще раз подчеркиваю, что при работе в программе «Зарплата управления персоналом» принципиально корректно поставить непосредственно дату документа «Больничный лист». Подчеркиваю, это дата предъявления больничного листа, но сотрудник может его принести, в общем-то, гораздо позже. Но сроки больничного листа вводятся четко, совершенно именно по бумаге, то есть по документу, как себя в этом случае ведет 1С. В частности, на закладочке «Начислено подробно» у нас с вами есть возможность посмотреть. Вот какой момент. Больничный, переходящий, затрагивает 2 месяца, но из этих сроков 3 дня уплачиваются отдельно за счет работодателя, и, как видите, 3 дня выделены отдельно. Все остальное идет за счет ФСС, но часть оплаты больничного за счет ФСС пришлась на май месяц, поэтому программа расписала отдельно. И часть оплаты пришлась на июнь месяц. Опять же, программа выделила отдельно. И на закладке «Пересчет прошлого периода», если мы туда заглянем, то будет совершенно четко видно, что программа, программа в частности дала нам с вами возможность, точнее, она это сделала сама автоматически, нам дала возможность полюбоваться, она что сделала? Она отменила ранее введенную неявку, то есть отсутствие по невыясненной причине. Если сейчас я сделаю, например, документ, точнее, отчет табель, отчет табель за этот период, то тогда будет очень такая красивая постановка вопроса. Вот у снежной больничной начался с мая месяца, и по факту уже введение документа в больничный лист, по факту введения документа в больничный лист, программа уже в табеле поставит соответствующие буковки, то есть буквы «Б». Ну и в июне будет, естественно, та же самая постановка вопроса. Та же самая постановка вопроса. Сейчас я все-таки, чтобы было поудобнее, задам сразу отбор по снежной, это правда, честно говоря, на скорость, по-моему, особо не влияет, но все-таки, чтобы хотя бы не сидеть и так долго не ждать результата. То есть вот эта часть полностью автоматизирована. Ну и еще вот как раз в контексте всего вышесказанного хотелось бы обратить внимание на еще один момент. Это крайне нежелательно в нашей жизни, но, к сожалению, бывает, когда у нас с вами сотрудник по какой-то, вот видите, она показала нам табель, и вот у нас здесь больничный лист. Бывает еще ситуация крайне неприятная, но, к сожалению, она тоже имеет место быть в нашей жизни, когда по каким-то причинам не была зарегистрирована неявка. То есть, в частности, ну вот у меня сейчас в учебной базе июнь на дворе, и вполне вероятна постановка вопроса, что, к примеру, сотрудникам Плюшкиным, а он в нашей базе является внешним совместителем, был предъявлен больничный лист. Предъявлен он был позже. Ну, хотелось бы напомнить, что мы с вами регистрируем больничные листы не только по штатным сотрудникам, но и по совместителям, естественно, в обязательном порядке. Ну и, например, может быть постановка вопроса какого рода. Когда совместитель Плюшкин по каким-то причинам вовремя больничный лист не предъявил. И вот в июне он все-таки приходит и предъявляет нам больничный лист, скажем, за апрель. При условии, при условии, что так чисто гипотетически, ну, не было у меня информации о его отсутствии. И, соответственно, я, неважно по каким причинам, но взяла и великолепнейшим образом посчитала ему зарплату. То есть у меня сейчас, вот если я сформирую табель за апрель по Плюшке, но будет наблюдаться картиночка следующего рода, что он присутствовал на рабочем месте. Ну вот, да, табель, конечно, формируется долговатенько. Есть такое дело в нашей жизни. Ну и, вот, значит, что у нас с вами получается? Он совместитель, работает он по шести дневке на полставочки. Соответственно, три часа в день. И в силу там, неважно каких причин, не был введен больничный лист раз, и не было зарегистрировано отсутствие сотрудника на рабочем месте документом неявки. Как быть тогда? Да все получается то же самое. То есть если Плюшкин принес нам с вами больничный лист непосредственно в июне месяце, мы этот документ регистрируем в программе с реальными датами. То есть создается еще документ, больничный лист. Дата, напоминаю, то есть дата по факту, это дата предъявления больничного листа. Ну, пусть так и будет 30 июня. Сотрудник, соответственно, Плюшкин, Тепан Михайлович. Причина нетрудоспособности у нас с вами заболевания или травма. И просьба, обратите, пожалуйста, внимание, что пока не вводились сроки больничного листа, у нас в документе всего лишь три загладки. Главная оплата и начислено подробно. Далее освобождение от работы с. Вставим реальные сроки по больничному листу. К примеру, с 5 апреля по 15 апреля. Моментально программа реагирует, появляется закладка «Пересчет прошлого периода». Действительно, как видите, то, что я перед этим сказала, все автоматизировано максимально и сделано максимально удобно. Ну, поскольку у меня Плюшкину не были введены справки с предыдущего места работы, я уже заодно это сразу сделаю из документа больничный лист. Для этого мне сначала надо отправиться на закладочку «Оплата» и сказать, что я хочу учитывать заработок предыдущих страхователей. Заодно обратите, пожалуйста, внимание, вот доля неполного времени. У меня человек работает на полставки, что абсолютно четко видно. 0,5. А если человек работает на ставку, ну, тоже снижено, допустим, на ставку, то здесь стоит как положено, опять же. Ну, так вот. Сначала, возвращаясь к разговору больничного листа с Плюшкиным, который предъявил в июне-апрельский больничный лист. Сначала требуется на закладке «Оплата» установить флажок «Учитывать заработок предыдущих страхователей» и только после этого, возвращаясь на закладку «Главное», есть возможность через ссылку «Изменить», ввести справки с предыдущего места работы. Ну, к примеру, скажем, работал он в Альфе, дата предъявления оставлю как есть, и, соответственно, за 2013 год он заработал 200 тысяч рублей, и за 2014 год заработал 400 тысяч рублей. Ну, не валял. Что тогда у нас с вами получается? Ну, в первую очередь программа сделала перерасчет среднего заработка, за что я огромное спасибо. Но нас сейчас больше-больше интересует другой вариант. На закладочке «Оплата». Обратите, пожалуйста, внимание, здесь у нас никаких изменений не произошло. На закладке начислено подробно. Программа расписала нам больничный за счет работодателя и больничный за счет ФСС. Сроки апрельские, что принципиально. И на закладке «Пересчет» прошлого периода она нам с вами сделала фактически что? Красная сторона. То есть она за этот период с 5 апреля по 15 в моем случае, она отменила начисление зарплаты. Что актуально? Вот когда мы регистрируем больничный лист, мы повторяю, вот действительно это безумно важно, дату ставим по факту, то есть вот апрельский больничный был предъявлен в июне, значит дата июньская. И месяц июнь, то есть что получается? В апреле у нас с вами уже зарплата рассчитана, налоги уплачены, все сделано, мы не имеем права трогать с вами прошлый период. А вот благодаря той технологии, что реализована в программе, получается абсолютно изумительная вещь. Программа делает нам с вами перерасчет, но перерасчет войдет куда? Перерасчет войдет в текущий период. То есть все четко будет у нас с вами указано непосредственно в текущем периоде, и если сейчас я, соответственно, проведу этот документ, и все-таки еще разочек сформирую табель Павлюшкину за апрель месяц. В данном случае, вот сейчас вот она нам с вами должна уже показать. Сейчас, одну секундочку, чтобы ей надо дать все-таки подумать. И программа нам покажет результат наших праведных трудов. Спасибо. У вас получилось? У вас получилось? Вот, наконец-то. Показала больничный в апреле? Ага. А в июне, естественно, у нас с вами все красиво и хорошо. То бишь, если так немножечко подвести итог. Вот все требования законодательные в программе запрограммированы. То есть все четко определено. Но многое зависит от нас с вами. Особенно в случае, повторяю, если у нас с вами больничный лист, либо переходящий, то есть затрагивает несколько месяцев, либо если по каким-то причинам больничный лист сотрудникам был предъявлен позже. То тогда, тогда у нас с вами абсолютно четко актуальна постановка вопроса только одна. Мы обязаны, обязаны с вами учитывать этот момент каким путем, вводя реальную дату предъявления больничного листа. Это играет очень большую роль в нашей жизни. И вот если сейчас, допустим, я еще и сформирую отчет реестр пособий за счет ФСС, ну, поскольку база небольшая, сформирую за этот год, то обратите внимание, опять же, все будет сделано абсолютно адекватно. Реестр пособий находится в разделе налоги и взносы, отчеты по налогам и взносам. Если вот вы туда заглянете, соответственно, там есть отчет, который так и называется, реестр пособий за счет ФСС. И если мы его с вами сформируем, вот все больничные, которые были зарегистрированы вот в моей базе. В частности, обратите внимание, что актуально. Вот Плюшкин со всеми вытекающими последствиями. И дата страхового случая, как и положено, стоит апрель месяц. Вот. То есть в результате мы с вами имеем дело с очень красивым решением. Дальше абсолютно стандартно, то есть вот после ввода документа больничный лист, начисляется зарплата. Напоминаю, что больничный вводится отдельным документом. Документом, исходя из этих соображений, в документе по начислению зарплаты его искать не надо абсолютно. Вот. А увидеть мы с вами его можем, например, в документе табель. Мы можем увидеть, сформировав реестр. Ну, либо, опять же, в разделе зарплаты есть отчете, который нам дает возможность это посмотреть. Я имею в виду, например, анализ зарплаты по сотрудникам помесячно. То есть в частности, если я сейчас за июнь сформирую больничный, простите, отчет, то программа мне покажет. Вот они, больничные листы. Причем вот этот отчет, конечно, безумно хорош тем, что отдельным столбцом выделяется больничный за счет работодателя и отдельным столбцом выделяется оплата по больничному листу за счет ФСС. Вот как-то так. Собственно говоря, в общем-то, это все, что хотелось бы обсудить на сегодняшний момент. Субтитры создавал DimaTorzok